В Беларуси утвердили новые перечень непродовольственных товаров надлежащего качества, которые нельзя вернуть в магазин или обменять. Традиционная рождественская встреча в рамках акции «Наши дети» прошла во Дворце детского творчества. Под одной крышей праздник объединил ребят из домов семейного типа барановичей. В Барановичском госуниверситете определили победителей в музыкальном конкурсе премия Муз-ТВ-2018 «Кто тут лучше факультет?» Здравствуйте, уважаемые телезрители, в эфире программа «Вести Барановичи». В Беларуси утвердили новый перечень непродовольственных товаров надлежащего качества, которые нельзя вернуть в магазин или обменять. Перечень значительно не изменился, в него добавили несколько новых пунктов. Новый перечень непродовольственных товаров надлежащего качества, которые нельзя вернуть в магазин или обменять, утвердили в Беларуси. Соответствующее постановление Совмина опубликовано на национальном правовом интернет-портале. В уже существующий перечень добавили несколько новых пунктов. В прежнем списке было прописано, что нельзя вернуть в магазин или обменять паркет, ламинат, плитку керамическую и обои. В скобках уточняло, что нельзя совершить эти действия только в том случае, если количество этого товара отличается от приобретенного покупателем изначально. В новый список попали пробковый пол, настенная пробка и керамогранитная плитка. Приписку про количество убрали. Изменения коснулись и пункта с мебелью. Ранее нельзя было вернуть качественные мебельные гарнитуры и наборы. Сейчас возврату и обмену не подлежит также мебель с механизмами трансформации, приводимыми в движение электроприводом. Появились дополнения в пункте про печатные издания. Теперь к ним относятся также почтовые марки, маркированные конверты и маркированные почтовые карточки. Кроме вышеперечисленных товаров, теперь возврату и обмену не подлежат качественные ветеринарные средства, жидкости для электронных парогенераторов и наушники. Большинство пунктов из перечня помечены следующей сноской. За исключением товаров, упакованы в герметичную потребительскую упаковку, а также в потребительскую упаковку, обеспечивающую возможность установить, что товар не был в употреблении. 64 лифта планировалось обновить в Барановичских высотках в минувшем году. По словам заместителя начальника по идеологической работе Курэбжиреу Сергея Пятигорова, установка произведена на 63 объектах. Заканчиваются работы по монтажу подъемного механизма в общежитии по адресу Ленина, 30. В 2019-м подлежат замене еще 17 единиц оборудования. Традиционная рождественская встреча в рамках акции «Наши дети» прошла во Дворце детского творчества. Под одной крышей праздник объединил ребят из домов семейного типа Барановичей. Всего в нашем городе 4 социальных объекта. В текущем году планируется построить еще один дом семейного типа. Дети из разных уголков мира верят в чудеса, которые случаются на Рождество и Новый год. В преддверии праздников стали добрыми волшебниками для мальчиков и девочек небезразличные люди. Благотворительная акция «Наши дети» уверенно шагает по Барановичам. Мероприятие во Дворце детского творчества объединило под одной крышей ребят из домов семейного типа нашего города. Так сложилось, что в Барановичах 249 детей по разным причинам остались без попечения родителей. Но ни один из них не остался без семьи. Сегодня 169 человек у нас воспитываются в опекунских семьях, 50 деток у нас воспитываются в приемных семьях и 45 деток, всего 30 и 15, они воспитываются вот в таких домах семейного типа, как вы, в своих новых семьях. И ваши папы и мамы, они никогда не разделяют на своих и чужих, все вы для них свои. Глава города также отметил важность той работы, которую выполняют мамы и папы. Поблагодарил за труд, заботу и внимание к своим детям. Ведь главное, чтобы у каждого мальчика и девочки была семья. Поэтому в Барановичах будет и дальше развиваться такая форма воспитания детей, оставшихся без попечения родителей. Сегодня у нас в городе 4 таких социальных объекта. В текущем году планируется построить еще один. Принято решение о том, что в нашем городе в этом 2019 году будет построен еще один дом семейного типа, появится еще одна семья. И на это уже выделены финансирования из республиканского, из областного бюджета в размере 410 тысяч рублей. Поэтому уже, я думаю, что следующий наш праздник мы проведем в более расширенном составе. И еще порядка 10-15 деток найдут своих папу и маму. Не мог пройти новогодний праздник без Деда Мороза и Снегурочки, веселых конкурсов, зажигательных танцев и песен. Гости постарались угодить и с подарками. О том, что праздник удался и желания ребят исполнились, говорили счастливые лица и улыбки. Свои пожелания детям и их родителям адресовал председатель горисполкома Юрий Громаковский. Я хотел бы вам пожелать, конечно же, чтобы вы росли достойными гражданами нашей страны. Чтобы вы радовали своих пап и мам, поверьте, они вас очень и очень любят. И, конечно же, в рождественские праздники, вот в эти святки, в преддверии Рождества, Старого Нового Года, происходят всякие чудеса, сбываются самые сокровенные мечты. Я хочу пожелать, чтобы ваши мечты самые сокровенные сбылись. В этот день каждый из ребят убедился, что волшебство случается. Ведь одно произошло с ними тогда, когда они обрели новую семью. Прокуратура потребовала навести порядок в лесных угодьях Брестской области. В частности, должностные лица лесохозяйственных учреждений не во всех случаях выявляли несанкционированные свалки мусора и бытовых отходов. Так, в Ивацевичском лесничестве два индивидуальных предпринимателя в течение нескольких лет самовольно размещали отходы на землях лесного фонда. Свалки бытового и строительного мусора обнаружены также на территории Полонского лесничества. Более того, в его квартале вблизи Садового товарищества «Настауник» выявлены самовольно возведенные кирпичные и блочные строения. На территории лесхозов Малорицкого и Лунинецкого районов вскрыта несанкционированная добыча песка. На территории Березовского лесничества выявлено нарушение правил пожарной безопасности. Работники лесничества не присутствовали при сжигании порубочных остатков, очаги сжигания не были локализованы. Отлевшие остатки древесины могли привести к лесному пожару. По результатам проверок органы прокуратуры потребовали устранить выявленное нарушение законодательства, инициировали привлечение виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности. В Барановичском госуниверситете определили победителей в музыкальном конкурсе «Премия Муз-ТВ-2018. Кто тут лучший факультет?» Мероприятие в Баргу прошло впервые, собрало массу положительных отзывов зрителей. Громкая музыка, зажигательные танцы и веселые шутки. Впервые в Барановичском государственном университете прошла премия «Муз-ТВ-2018. Кто тут лучший факультет?» Организованная отделом культуры и творчества Баргу при поддержке креатив команд факультетов. Программа увлекательного мероприятия включала в себя соревнования студентов вуза за звание «Лучший факультет в реальном времени» и награждение победителей. Каждая команда старалась проявить себя в полной мере, тем самым привлекая внимание жюри. Здоровая конкуренция способствовала единению белорусских и иностранных студентов, преподавателей и выпускников Баргу. Не скучали в зале и болельщики, они голосовали за участников творческого состязания, подпевали и пританцовывали вместе с ними. В результате музыкально-интеллектуальной борьбы команд факультетов лучшим был признан инженерный факультет. По итогам проведенного интернет-голосования, а также по решению членов жюри, победители определили в следующих номинациях. Лучший шоумен, лучший танцор, лучший вокалист. Отличившиеся были награждены дипломами, подарками и, конечно же, главным атрибутом творческого конкурса – музыкальными пластинками. Завершением праздника стала танцевальная вечеринка, во время которой по доброй традиции поздравить с Новым годом и Рождеством, пожелать студентам удачной сессии, пришел сам Дедушка Мороз. Госавтоинспекция Барановичей подвела итоги 2018 года. Так, в прошлом году на дорогах города зарегистрировано 31 ДТП, в которых 3 человека погибли и 30 получили ранения различной степени тяжести. Самой аварийной стала пятница. В эти дни прошлого года произошло 8 таких инцидентов. Наиболее опасным временем суток признан промежуток с 16 до 20 часов. Этой информацией мы завершаем сегодняшний выпуск. Всего вам доброго. До свидания.